так сейчас я хочу хочу показать плохо тебе хочу показать как эти твари вот это вот твоя свинья раздолбали мне стену ну плюс показать как происходит этот сам с подсилкой содержание только что перекопал в одном отсеке сейчас стромб руках вот смотрите смотрит тварь сожрал пол стены ну то как у тебя когда были маленькие еще ничего второе порос это капец все раком все перегрызает но одно достоинство ну как я потом забью я просто не подумавши доской забью будет нормально пол посмотрите обратите внимание по поводу содержания глубокой подстилки глубокая подстилка водограй что еще ссылочку оставлю в описании к видео кирпичей повыгрызала в общем на улице мороз у нас не очень большое скажем откровенно градусов там до 8 опускалась в сарае вы видите пару просто жара сидит две свиньки свиноматки здесь тут нету коровы быков раньше да слов нет когда стоит быть корова то процесс ну всегда тепло здесь же такого нет единственное она на нарыла вот это ну я честно копал дня три-четыре назад давно уже и короче это тварь понарывала здесь если бы это был бетонный пол пришлось бы мне бетонировать его она бы посрывала бетон в одной местах здесь же я просто взял вилы вот таки скажем так не сложными движениями это все дело перекапаю все что хочу отметить вот я стою вот видите на в герцах ну просто рабочие берцы обычные короче сквозь подошву я чувствую как пол настолько горячий но как теплый кубу в квартире если кто как бы у кого есть тот знает насколько хорошо чувствуется пятками тепло так вот я через подошву чувствую просто достаточно мне так не скажу что не комфортно но я чувствую очень хорошо чувствую тепло соответственно свиньи у них допустим температура в сарае я делал там видео когда но я не выложил у меня винт накрылся и все просто пропало короче разница в температуре была 10 градусов уличной и в сарае но вот я перекапываю вместе я попал на глубину 20 сантиметров градуса наверно за 40 я чувствую прямо у меня очень горячо и вы можете увидеть как идет парк но это понятно что на улице холодно вот в общем использование глубокого пола у нас мы получаем вот такой еще плюс не убиваем упал грубо говоря у вухи от лоха помощь ты рассказывал хлопец знакомый забетонировал пол сделал сара этим тварям она выросла в третьем опоросе 2 3 опороса не становится не управляем и вообще здоровы уже к вам под 200 весом так вот эта тварь нашла в полу косточку там от вишни чай черешни ну когда бетонирована всплыла все выковыривая ее и раздолбал пол пола пришлось заново это все бетонировать головняк капец у меня видите копнул все нормально пол ровненький у них есть такое они полюбляют покопать но не всегда по большому счету выровнять его не составляет труда единственное да стену он съели твари он еще раз посмотри на зубе идиоты выдолбали мне кусок стены фундамента ну делаю там не страшно в принципе потом по свободе доску забью повыше вот так вот подвину просто доской под набью повыше да и все ну сам факт вот такие мы молодцы свиньи но это взрослая когда была маленькая еще первая порос не было 140 килограмм 150 она вела себя более обменяем а сейчас уже килограмм под 170 наверно 180 да вообще просто неуправляемая еще и на меня пытается кидаться ну в принципе все что я хотел показать содержание на глубокой подстилки по зиме вообще настолько приятная становится шуму просто если вопросы знаете там у меня были в первым в первый год там а может все такие бетон попробовал мне никакого бетона я в жизни не буду не бетонировать ничего только вот такая вот дрянь причем эти бактерии они не надо там я так сперва боялся что это будет уход за ними какой-то сложный ничего сложного нет главное чтоб твари срали и ссали на это место все больше ничего не надо не надо их уговаривать чтобы они работали и раз в три дня перекопал и все хорошо подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго